Ас-саляму алейкум и рахматуллаху и баракатуллаху, уважаемые братья и сёстры. Хотелось бы сделать некое напоминание такое. Когда ты остаёшься наедине, и никто тебя не видит, то произнеси искренне из своего сердца слова «Ля Иляха Илля Аллах». При этом ты искренне говоришь их перед Всевышним Аллахом. Поистине нету более награды, чем за слова «Ля Иляха Илля Аллах». Нету более любимого зикра, поминания, чем «Ля Иляха Илля Аллах». Муса, алейсалям, Аллах говорит о Мусе, Муса, алейсалям, разговаривал с Аллахом без Джабраиля, то есть без посредника. Он обратился к Аллаху и сказал «Как мне тебя вспоминать о Аллах? Какими словами, каким зикром? На что Всевышний Аллах сказал «Ля Иляха Илля Аллах». Муса говорит «Ля Иляха Илля Аллах». Но Муса, алейсалям, хотел еще больше приблизиться к Аллаху, чем-то еще больше, еще более весомым поминать Всевышним Аллахом. Тогда он сказал «О Аллах, все говорят «Ля Иляха Илля Аллах». Есть ли какой-нибудь другой зикр, другое поминание, через которое я к тебе приближусь и буду тебя возвеличивать?» Когда Аллах сказал «Ля Иляха Илля Аллах фи киффа», то есть Аллах сказал «Если «Ля Иляха Илля Аллах» положить на одну чашу весов, и все другие зикры на другую чашу весов, «Ля Иляха Илля Аллах» станет тяжелее, перевесит. Нету более прекрасных слов, чем «Ля Иляха Илля Аллах». Но говори это искренне. И когда ты слышишь «Муавзина» или брата, или близкого человека, когда он произносит эти слова «Ля Иляха Илля Аллах», старайся проявить некую покорность Аллаху в этот момент. Сломать себя изнутри, сломаться, то есть проявить нищету и нужду перед Аллахом. Поистине Аллаха в Кур'ане, когда вспоминает «Ахлю аль фужуру, аль маасы, аль куффар», когда Аллах в Кур'ане нам рассказывает о неверующих, о грешниках, то описывая их, говорит «Инна хум кану иза кила ла хум ла Илляха Илля Аллах». Если так беру, когда им говорили «Ля Иляха Илля Аллах», они высокомерились. Они высокомерились, проявляли высокомерие. Верующий должен уже проявлять некую такую нужду, когда слышит «Ля Иляха Илля Аллах», то есть понимает, кто Аллах и кто я, и тем самым проявляет хаджа, фақр, ищет ту нужду в Аллахе Субханаху и Та'али. Следующее из великих приближений к Аллаху Субханаху и Та'али, это когда верующий любит того, кто возвеличивает Всевышнего Аллаха Субханаху и Та'али. Кем бы он ни был, какой бы у него национальности он ни был, темнокожий, светло-белокожий, там, бедный, богатый, на таком-то языке говорить, на другом-то языке говорить, с этой стороны, с той стороны, это не имеет значения. Однако, если ты видишь, что он возвеличивает Аллаха Субханаху и Та'али, и любит Аллаха, и ты в нем это прочувствовал, то тогда в этот момент ты обязан его любить ради Аллаха Субханаху и Та'али, и ты тем самым чувствуешь вот это всем своим сердцем. Почему? Только из-за того, что он любит Аллаха и возвеличивает Всевышнего Аллаха Субханаху и Та'али. Если он был, если это человек бедный, и ты видишь, что он возвеличивает Аллаха, то тогда это побуждает тебя в том, чтобы помочь ему, что-то дать ему ради Аллаха Субханаху и Та'али. Если он богатый или какой-то такой высокопоставленный человек за такой-то должностью, то ты его начинаешь уважать, еще больше ценить, любить, не потому, что он такой богатый, такой высокопоставленный, нет, не за это, а почему? Потому что он возвеличивает Аллаха Субханаху и Та'али. И это есть из маяния, из понимания, любовь ради Аллаха. Если ты увидишь, что человек любит Аллаха, возвеличивает Аллаха, то должно у тебя зародиться в сердце любовь по отношению к Нему, потому что Он возвеличивает и любит Аллаха. И это тоже из великих приближений ко Всевышнему Аллаху. Да, Аллах, чтобы мы были любящими друг друга только ради Аллаха, о которых Аллах сказал в хадисе, Любящие друг друга, ради Аллаха, им будут мимбары из нора и света, им будут белой завистью завидовать пророки и шахиды. И Аллах ведет их в судный день под свою тень, под тень своего трона, в тот день, когда не будет никакой тени, помимо как тень великого Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok